Коллеги, всем здравствуйте! Меня зовут Лусонкина Екатерина. Я работаю директором персонала компании «Мясокомбинат вкуса по Волжье» города Саратова. Прямо немножечко кратко о себе. В подборе я с 2016 года. В 2022 году я участвовала в конкурсе Всероссийского Большого Урала «Топ HR 50». Вошла, выиграла этот «Топ», вошла в «Топ HR 50». Собственно, у меня была тема «Подбор персонала». Являюсь действующим преподавателем в Санкт-Петербурге в школе HR Education «Адаптация наставничества персонала». С какими задачами, собственно, проблемами столкнулась в нашей организации, в которой я работаю? Если проблемы с наймом были решены, то с удержанием было все плохо. Текучесть, соответственно, на испытательном сроке высокая. Это порядка 78% в первый месяц сотрудники у нас уходили. Стояла задача. Екатерина, надо сделать все бесплатно и качественно. Как сделать бесплатно, был большой вопрос. У меня тоже стрелочек, слайды переключать нет. Я попрошу организаторов. Там сейчас много текста, их можно тоже будет на следующий слайд перелеснуть. Собственно, директор поставил задачу решить бесплатно, качественно, хорошо, чтобы все было. У нас нет в организации своего отдела IT, отдела маркетинга. Это все наемные люди, которые работают под определенный процесс заказа. Но если говорить про учар-отдел... У кого? Меня не слышно? Вас слышно, но зависло видеоизображение. Попробуйте просто включить и выключить камеру. А сейчас? Все, супер, теперь мы вас видим. Видно. Так. Собственно, поэтому по любым разработкам мы не могли обратиться ни в IT-отдел, так как его нет, ни в маркетинг. Ну, долго думала, так как все-таки есть материалы, наработки, там, где я преподаю. Пришла, собственно, с такой инициативой. Давайте внедрим наставничество, бот-адаптацию. Все сделаю сама. Нам это пойдет со мной 0 рублей. Можно следующий слайд. Собственно, с чего мы начали? Нет, нет, нет. Там слайд должен быть у нас как раз по сцимметрическому опросу. Первый. Ну, назад. Смотрите, нет. Нет? Давайте тогда вперед. Ну, хорошо. Если у нас сейчас так получается, давайте пойдем таким путем. Разработка и чат-бота. Что это было? Бот-адаптация. Какие он задачи нам помог решить? О чем говорили предыдущие спикеры? Это много задающих вопросов. Как доехать до производства? Что с собой взять? Что будет со мной происходить? Кто меня встретит? Как найти контакты непосредственно у моего мастера и так далее? То есть вот сейчас первый наш слайд показывает, как наш бот по адаптации, наша первая пельмешка, помогает адаптироваться на первых шагах. Я его даже называю такой этап прибординга. Мы его выдаем уже сотрудник, который еще не трудоустроился к нам в организацию перед трудоустройством. Можно следующий слайд, я посмотрю, что у нас там идет. Потому что немножечко от моей презентации он прыгнул. Что дальше мы внедрили в наш бот? В нем разобрано прям по участкам. В него можно пройти. То есть мы пишем в сообщении нашему сотруднику, какой его участок, как он называется. Он может к нему провалиться, ознакомиться, как выглядит рабочее место, как зовут его руководителя, как выглядит руководитель. Ниже, да, видно там его, например, контакты. Забегая вперед, опять-таки, может быть, это сейчас следующий будет слайд. Дальше у нас идет обучающее видео по участкам. Здесь контакты идут. Можно следующий показать. Вот здесь идет обучающее видео по участкам. Показываю один участок, например, по переходам. У нас сложное достаточно предприятие. У нас многие мясокомбинаты работают на автоматических, например, машинах. Наши работают. Это мы специализируемся на ручной лепке, ручной изделия, полкабрикатов, котлет и так далее. Собственно, у нас важен вид изделий, грамотка и так далее. Это не машина. Очень сложно людей обучать. Бот показывает. Соответственно, проваливается, например, вид изготовления определенного показывает, какой должен быть вид, сколько он должен быть есть, как правильно его нужно сформировать, какой вид его на выходе должен быть и отклонение, например, брака. Это вот пример на одном, например, участке. Этот бот что еще делает? Он проводит опрос. Например, проходит неделя. Бот задает вопросы. Как его встретили? Как работает с ним наставник? И так далее. И вопросы задает. Дает ли он ему обратную связь? Как часто дает? Собственно, я в режиме онлайн получаю ответы. Я могу, как бот может ему ответить, как лично я, просмотрев вопросы, если бот он не заложен, могу на них ответить, конечно, в рабочее время. Можно следующий слайд? Продолжение следует...